Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любого вязания машины с нуля. Приступаем ко второй части переделки свитера. Итак, сегодня мы сделаем вставку между верхней и нижней частью. Я провязала образец жемчужкой и полужемчужной, полупатентной, полуперловидной, как только их не называют, и решила, что мне больше нравится именно полупатентная резинка. Вот она такая бодренькая, ее и будем использовать. Образец, петельная проба, у меня 40 петель и 30 рядов. И смотрю, не нужно, я буду ориентироваться по нижнему краю, к верхнему, моя резинка сама подтянется, поэтому беру нижний край и смотрю, сколько мне нужно сантиметров. 40, ну, с учетом того, что будет шов, 42 сантиметра. 42 сантиметра мне нужно, это петли, а в рядах, я думаю, что я сделаю вставку сантиметров 20, потому что мы часть отрезали, выбросили, и я хочу, чтобы изделие было длинным, чтобы закрывало поясницу. В рядах мне надо 20 сантиметров. И так. 40 петель. Это где-то 16 сантиметров. И 30 рядов, это 5 сантиметров. Смотрим. 40 делим на 16, 2 с половиной, и умножаем на 42. У меня получается 105 петель. 100 петель. Это размер резинки. Идем на вязальную машинку и провязываем тот вид переплетения, тот вид резинки, который вы для себя выбрали. Если у вас машина однофонтурная, вы можете провязать просто кулирку, вы можете поднять резинку не в каждом ряду, а через 3-4 петли. И тоже будет красиво, стяжка будет минимальная, но она будет. Для чего нам нужна стяжка? Для того, чтобы мы выровняли нижний и верхний край без убавок и прибавок. То есть мы вывязываем резинку, и она сама уляжется у нас так, чтобы он у нас соединить верхнюю и нижнюю часть. Резинка имеет возможность стягиваться. Этой возможностью нашего полотна мы и воспользуемся при переделке данного изделия. Итак, провязываем резинку, 100 петель, 120 рядов. Настройка кареток на полупатентную резинку и провязываете. Если нужно, меняю цвет. У меня три цвета, темно-серый, светло-серый и джинсовый. Каждый цвет я провязываю по 8 рядов. Закончили провязывать резинку, перекидываете петлю передней кольцы на основную. Провязали. Теперь берем наше отрезанное полотно. Можете верхнюю часть, можете нижнюю. Я беру нижнюю часть. И от шва. Одну иглу оставляю на сшивание. От шва. Аккуратненько. Вторую иглу на сшивание. И от шва надеваю. Вот так вот аккуратно надеваю на иглы. Лицом внутрь, изнанка к себе. Полотно. Стараясь на одном расстоянии от края надевать. Это даже не петли, это просто полотно на иголке. Если у вас есть оверложенная часть, оверлок, либо прошитый зигзагом в край, ориентируйтесь на окончание обработки. Надеваете. Равномерно. Распределяете. Кстати, для того, чтобы аккуратно получилось соединение, если вы боитесь тянуть, вы можете поставить все иглы в переднее положение, закрыть язычки и провязать один ряд. На самой рыхлой плотности у вас соединение будет проведено идеально. Я провязала на десятке один ряд. Соединилась. И теперь эти петли закрываете как умеете. У вас соединение идеальное. Вы можете просто аккуратно закрывать эти петли уже действительно как умеете. Соединение произведено. Ряд провязан. Закрываете удобным для вас способом. Стараясь не стягивать полотно. Я закрываю косичкой. Продолжение следует. Точно так же провязанные детали присоединяем к переду. С той разницей, что переднюю часть лицом к себе надеваем на иглы, вот как ляжет. Лицом к себе, потому что шов пойдет на внутреннюю часть. И сверху надеваем провязанную деталь. Изнанкой к себе. Делаем присборку. Здесь это сделать проще, чем по открытым петлям. Поэтому первая деталь у нас была нижняя, более широкая. А вторую мы уже можем аккуратненько присобрать по размеру верхней детали. Надеваете деталь. Можете точно так же провязать один ряд. И закрыть петли. Таким образом выполняются обе детали. Перед и спинка. Одинаково. Надели полотно на иглу и один ряд. Ставите иглу в переднее положение и закрываете косичкой все, как мы уже делали в нижней части. Таким образом выполняйте и перед, и спинку. Одинаково. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...